Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. В муниципалитете продолжается модернизация теплоснабжающих систем. Важно, чтобы ее вовремя обслуживали, меняли трубы, меняли котлы. День семьи, любви и верности отметили в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Чувства еще сильнее стали, чем раньше. И уважение друг к другу, и доверие друг к другу. Семейная династия в Виднорском перинатальном центре. За советом всегда обращаюсь и должен обращаться сначала к заведующим отделением. В Ленинском городском округе продолжается модернизация теплоснабжающих систем, включая капитальный ремонт сетей и их строительство. Работы запланированы на четырех участках. Глава муниципалитета Станислав Каторов посетил один из них. Перекладка всех устаревших коммуникаций – один из главных этапов при подготовке к новому отопительному сезону. Предварительно специалисты осматривают все трубы и на участках, где они изношены, проводят работы по замене тепловых сетей. На сегодняшний день в Ленинском городском округе система теплоснабжения находится в хорошем состоянии, но важно, чтобы ее вовремя обслуживали, меняли трубы, меняли котлы, меняли задвижки, соответственно, чтобы все было в работоспособном состоянии. Тогда любое чрезвычайное происшествие можно легко исключить и подготовившись, соответственно, полностью ликвидировать. На этом участке замене подлежит почти 400 метров. От дома номер 34 корпус 2 по улице Советской до дома номер 74 по проспекту Ленинского комсомола. Здесь проходят магистральные трубы 400-го диаметра. Подрядчики уже на площадках, работа идет. Два трубопровода в существующем лотке теплотрассы со вскрытием старых лотков, демонтажа старых труб и укладки нового трубопровода. Уже в ППУ изоляции, более современная. Новые трубы современной изоляции будут служить более 30 лет. Это позволит длительное время не возвращаться к ремонту и быстрее обслуживать систему. Все неудобства для жителей в период перекладки коммуникаций постараются минимизировать. Некоторые работы проведут в ночное время, а к 1 сентября их планируют завершить на всех четырех участках. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Министерство по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что в период летних отпусков важно убедиться, что вы оставляете свою квартиру в безопасности на время длительного отсутствия. Необходимо убедиться, что все окна, форточки, балконы и двери надежно закрыты, отключить все электроприборы из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров, а также снизить расход энергии. Также нужно выбросить мусор, чтобы не допустить неприятных запахов и нашествия насекомых, перекрыть воду и газовое оборудование, если оно предусмотрено в вашем доме. 8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. В Ленинском округе праздник отметили в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами организовали мероприятия для семей муниципалитета. И пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии. Пост и молитва были частью их жизни, а светлая любовь стала примером для миллионов православных семей. Пара Петра и Февронии Муромских – символ идеальной христианской семьи. По сей день супруги Ленинского округа собираются вместе, чтобы отметить светлый праздник любви и верности. Он начал праздновать свое назначение с 2008 года, а в 2022 году указом президента он уже признан государственным праздником. На территории Центра мы ежегодно организовываем такой праздник, приглашаем семьи. Символом дня семьи испокон веков считается ромашка – цветок, олицетворяющий мечты о любви и верности. Представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы вручили супружеским парам символичные букеты. Мероприятие было организовано Центром социального обслуживания «Домодедовский» при помощи нашей партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии». Сегодня общеизвестный праздник – День семьи, любви и верности. Наверное, нет человека, который не слышал из-за таких святых, как Петр Феврония. Сейчас они танцуют, держась за руки, а в 1971 году именно так началась их история любви. Владимир пригласил Нину на танцплощадку. Их свадебному вальсу в августе прошлого года исполнилось 50 лет. Чувства еще сильнее стали, чем раньше. И уважение друг к другу, и доверие друг к другу, и любовь. Отмечаем каждый год, как всегда, но первый раз на таком празднике. Во время мероприятия старшее поколение делилось с молодыми семьями секретами, как сохранить любовь на долгие годы. Инга Инчук, Кирилл Махров, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральном парке города Видное состоялся праздничный концерт ко Дню Семьи, Любви и Верности. Также для гостей подготовили разные конкурсы, фотозоны, квесты, игры и ярмарку. Побывала на мероприятии наш корреспондент Юлия Стаферова. День Семьи, Любви и Верности ежегодно отмечают 8 июля. Семья – это наша опора, которая поддерживает в трудную минуту и дарит счастье. Этот праздник призван сохранить семейные ценности. Накануне торжества в Центральном парке организовали развлекательную программу для взрослых и детей. Нас тысячи рук, нас тысячи власть и тысячи чувств летят в эфир. У нас будут различные мастер-классы от русской общины, по более народным моментам. У нас будет по финансовой грамотности, у нас будет патриотическая точка одного центра стратегия. Получается, которая абсолютно недавно открылась на территории нашего муниципалитета. У русской православной церкви эта дата считается днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. На Руси они были символом преданности и крепкого союза двух любящих сердец. Благочины Видновского церковного округа, настоятель Успенского храма и романах Сафроний Горохольский вместе с церковным хором прочитали молитву. Государство и церковь у нас в России много делают для того, чтобы поддерживать именно традиционные и нравственные и семейные ценности людей. Потому что семья – это основа развития любого государства. Без семьи нет детей, без детей нет будущего. Символом праздника стала ромашка. Она воплощает в себе супружескую чистоту и верность. В парке установили стену добрых пожеланий. На лепестке цветка можно было написать добрые слова. Победитель предварительного голосования партии «Единой России» Ирина Архангельская не смогла пройти мимо. Очень приятная вот стена добрых пожеланий. Я уже к ромашке лепесточек написала. Пожелала всем мира, добра, счастья, благополучия, любви. В общем, всего самого-самого доброго. С праздником всех. Супружеская пара Владимир и Ольга Веряскины и их дочери Владислава, Виталина и Валерия – по-настоящему дружная семья. У них есть любимое занятие – пить чай со сладостями по вечерам. Они любят путешествовать всей семьей и вместе играть в настольные игры. Ну, все доброе, что можно, все, что доброе есть в этом прекрасном мире – это все семья. Это когда люди все добрые ходят. Мы с вами тоже семья. Не только вот так вот. Но и мы все вместе семья, понимаете. Когда позитивные эмоции, позитивные отношения. Когда все хорошее, когда все доброе. Семья создает уют и покой в доме, оберегает своих детей и внуков, передает традиции от поколения к поколению. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В День семьи, любви и верности особо чтят представители трудовых династий. В Видноском перинатальном центре работают два поколения семьи Саваевых. С ними обсудил семейные и профессиональные вопросы Максим Козлов. В такие моменты они становятся обычными дедушкой, папой и мамой. Несколько месяцев назад у молодых родителей в семье Саваевых родился сын Тимир. Заведующий гинекологическим отделением Николай Иванович Саваев в профессии уже почти 40 лет. Сын Инкир пошел по стопам отца. С женой Валерии Инкир познакомился в институте. Теперь все они работают в Видноском перинатальном центре. У нас очень много общих тем для разговоров. Это всегда за столом разговоры о работе, о семье. Николай Иванович для нас не только дедушка, не только папа, не только свекор, но еще и наставник, учитель. И, конечно же, большой пример. Инкира коллеги так и зовут. Саваев младший, но касается это только родства. Он опытный врач, имеющий большой авторитет среди коллег. Инкир Николаевич закончил первый медицинский университет. Сейчас трудится в родовом отделении и параллельно учится в аспирантуре. Отец признается, что своим примером оказал определенное влияние на сына. Выбор выпал на мединститут. Он с успехом его закончил. И потом уже в конце обучения в институте тоже стал выбор, кем стать. Терапевтом, хирургом, кширогинекологом. Но так как я являюсь врачом кширогинекологу, естественно, выбор выпал в пользу врача кширогинеколога. Глава трудовой династии Николай Иванович Саваев родом из Астрахани, где закончил сначала медучилище, потом институт. В начале карьеры работал в Калмыкии, затем в Москве. С 2002 года трудится в Видновском перинатальном центре. Сын Инкир отмечает, что, как это ни парадоксально, на медицинские темы с отцом беседует только в свободное от работы время. Я работаю в акушерстве, в родовом отделении. То за советом всегда обращаюсь и должен обращаться сначала к заведующее отделение. С отцом, учитывая, что он работает в гинекологическом отделении, я в родовом отделении, то в целом мы по работе практически не пересекаемся. Единственное, что только обсуждаем дома какие-то моменты клинические. Третий представитель трудовой династии – акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Валерия Витальевна Саваева. Сейчас она в декретном отпуске. И хотя все представители медицинской семьи влюблены в свою работу, относительно судьбы маленького Темира планов не строят, по крайней мере, пока. Мы пока еще не знаем, кем он будет. Но самое главное, что мы сейчас радуемся, ваемся. Но самое главное, чтобы он рос крепким и здоровым, а потом сам выберет свой путь. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok